Тема данной лекции профессора Сэма Вакнина звучит так. Три типа злокачественных нарциссов – грандиозный, скрытый и пограничный. Видео было опубликовано 4 июля 2024 года. Ссылка на оригинальное видео в описании. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикреплённом комментарии. Начинаем. Злокачественный нарциссизм – это гнусное слияние и коморбидность классического нарциссического расстройства личности и психопатического поведения, черт, которые являются чуть больше, чем антисоциальными. И прежде всего отличительной чертой является садизм. Я говорил о злокачественном нарциссизме в других видео и даже предложил новый диагноз – злокачественный скрытый нарцисс. Это, так сказать, злокачественная версия скрытого нарциссизма. Потому что классическое описание злокачественного нарциссизма имеет отношение к явному или грандиозному нарциссизму. На самом деле, существует очень мало информации о скрытом нарциссизме, который также является злокачественным. Хотя, Ото Кернберг упоминал об этом в нескольких своих статьях и книгах. Он описывал это явление как пассивный злокачественный нарциссизм. Во всяком случае, я рекомендую вам посмотреть мое видео на тему «Злокачественный скрытый нарцисс становится первичным психопатом, чтобы компенсировать коллапс». Как только вы посмотрите это видео, тогда сразу возвращайтесь сюда. Потому что сегодня я собираюсь прочитать вам отрывок из статьи Отто Кернберга, в которой описывается то, что я считаю малоизученной взаимосвязью между пограничной организацией личности и злокачественным нарциссизмом. Итак, у нас есть три ситуации, три диагноза или три диагностических кластера. У нас есть классический злокачественный нарцисс, который на самом деле является явным грандиозным нарциссом. Еще сюда входит психопатия плюс садизм. Далее у нас есть скрытый злокачественный нарцисс, который на самом деле является скрытым, хрупким, уязвимым нарциссом. Еще сюда входит психопатия плюс садизм. Следующий кластер – это пограничный злокачественный нарцисс, который на самом деле является явным грандиозным нарциссом. Сюда еще входит психопатия плюс садизм плюс пограничная организация личности. Это придумал не я. Это придумал неподражаемый и единственный Отто Кернберг. Он описал все это в статье под названием «Злокачественный нарциссизм и регрессия больших групп», которая была опубликована в январе 2020 года в ежеквартальном психоаналитическом журнале. Итак, я хочу прочитать вам этот отрывок из статьи, потому что невозможно улучшить Отто Кернберга, как невозможно улучшить Шекспира. Отто Кернберг является Шекспиром в расстройствах личности кластера Би. Вот что он написал. Я определил синдром злокачественного нарциссизма в более ранних исследованиях тяжелых форм патологического нарциссизма. Он ссылается на свои работы, датированные 1984 и 2018 годами. Хотя он не отдает должное парню, который на самом деле был первым, кто описал злокачественный нарциссизм, я думаю, в 1964 году. Это Эрих Фром. Он описал злокачественный нарциссизм в своей книге, которая называется «Сердце мужчины». Кроме этого, Эрих Фром придумал термин «злокачественный нарциссизм». Кернберг почему-то забыл упомянуть об этом. Это нехорошо. Итак, возвращаемся к статье Отто Кернберга. Он говорит, «Сердце мужчины», которое можно вызвать, например, наркотиками или сексуальным поведением. Это первый компонент при злокачественном нарциссизме, описанный Кернбергом. Следующий компонент номер два. Значимые параноидальные особенности личности. Номер три. Сильная эгосинтоническая агрессия, направленная против других или на самого себя. Номер четыре. Заметное антисоциальное поведение. Кернберг продолжает. Основа психопатологических особенностей синдрома «злокачественный нарциссизм» – это доминирование бессознательных конфликтов вокруг интенсивных агрессивных аффектов из любого источника на фоне развития компенсаторной патологии грандиозного «я». Агрессивная мотивация проникает в грандиозное самоощущение, что приводит к агрессивному поведению, с одной стороны, и проецированию агрессии в форме параноидальных тенденций, с другой стороны. Серьезный дефицит в развитии интернализованной системы этических ценностей, вытекающей из базовой неспособности нормального формирования идентичности, которые влияют на формирование этической структуры развития суперэго, определяет развитие антисоциального поведения пациентов с синдромом «злокачественного нарциссизма». Они функционируют в широком спектре социальных дисфункций. У наиболее больных пациентов с этими характеристиками наблюдается тотальное нарушение способности к социальному взаимодействию, недееспособность функционирования в работе или профессии, нарушение интимных взаимоотношений вместе с развитием выраженной аффективной дисрегуляции и такой степенью нарушения межличностного поведения, которое приводит к первоначальной путанице с пограничным расстройством личности. С другой стороны, встречаются пациенты, которые способны сохранять свои социальные функции и работоспособность. У них присутствует расстройство личности лишь в интимных взаимоотношениях. Также присутствует неспособность вносить значительный вклад в неэксплуататорское поведение по отношению к другим людям. Еще у них чрезвычайно преувеличенное представление о себе и приверженность личным интересам, которые удовлетворяются агрессивным образом без моральных ограничений. Кернберг указывает на тот факт, что существует подтип злокачественного нарциссизма, который по существу неотличим от пограничного расстройства личности. Или как минимум у него пограничная организация личности. Попутно Кернберг предлагает совершенно новый диагноз. Итак, у нас есть три типа злокачественного нарциссизма. Явный грандиозный злокачественный нарцисс, скрытый злокачественный нарцисс и пограничный злокачественный нарцисс. Явный грандиозный злокачественный нарцисс – это просто классический нарцисс, который в дополнение является психопатом и садистом. Скрытый злокачественный нарцисс – это скрытый нарцисс, который в дополнение является психопатом и садистом. А еще пограничный злокачественный нарцисс – это злокачественный нарцисс, чья дисфункция и эмоциональная дисрегуляция делают его почти неотличимым от пациентов с пограничным расстройством личности или пограничной организацией личности. Так выглядят три типа злокачественного нарциссизма. Спасибо доктору и профессору Отто Кернбергу и спасибо зрителям за то, что терпите меня до сих пор. Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.